Итак, добрый день, друзья! Вы на канале Севастополлайф, и сегодня у меня в гостях первый наш переводчик, руководитель международного движения русско-славянского объединения и возрождения Андрей Родионов. Так точно. Общественный деятель Дамьян Книжевич из Сербии. Сербия, да. Правильно, спасибо. Здравствуйте. И главный редактор информационного агентства Сербии.Инфо Деяна Златанович. Здравствуйте. Я правильно произнес? Добрый день. Друзья, добрый день. Добро пожаловать в Крым, добро пожаловать в Севастополь. Я очень рад вас здесь видеть. У меня первый вопрос. Вы приехали в Крым. Вы не боитесь вообще санкций? И сейчас ко всем, кто появляется в Крыму, применяется... А тем более вы приехали с Европы, вы европейцы, да? У вас европейское гражданство. Нет. Нет. Мы не знаем Европу, но только Сербия в целом регионе не в Европе, точнее Босна и Херцеговина, но и так же мы не знаем в НАТО пакте. Иначе Сербия является пустым островом внутри европейской унии, которое не членится европейской унии. То есть вы, я правильно понял, непризнанная страна. Да, я хотел сказать, давайте, если вы понимаете, я не перевожу. Нет, я полностью понять, конечно же, не могу. Вот тогда мне нужно немножко паузу, чтобы я мог передать. Да, ну, ты понял вопрос? Да, да. И, конечно, я думаю, да не осталось 99% Срба кое би се уплошило да дођу да дају подешку русском народу. Ми знамо каква је политичка ситуация на Криму, везено за Крим от стран Европске унии и Запада, али ми имамо такве исте проблеме унутар Србије и те исте притиске, погодово по питанју территоријного интеллиглитета наше земље, по питанју территорија Косоа и Метохије, тако да ми смо овде дошли да ширимо ту нашу братску љубав и наш заједнички национални интерес да бранимо своје вековне территорије, а ми знамо да је Крим увек и одувек био русским. Я думаю, очень хорошо, что он сказал по-сербски, зрители многое и так, наверное, поймут, но теперь я переведу. Он сказал, во-первых, ваш вопрос по поводу боится ли он санса, он сказал, что он дошел, он приехал не из Европейского Союза, он приехал из Сербии, он сказал, что Сербия и Республика Сербская, это в Боснии и Герцеговине, это земли, которые не входят в НАТО и не входят в Евросоюз, конкретно Сербия, и они, конечно же, не боятся никаких санкций, и они приехали, чтобы поддержать братьев русских, поддержать возвращение Крыма в состав России, выразить свою поддержку местным жителям, выразить свою поддержку России и русскому народу, и они отлично понимают всю эту проблему, потому что имеют похожую ситуацию с Косовой Метохией, и, конечно же, они очень рады тому, что имеют возможность сейчас присутствовать вот в Севастополе. Я понял, да. Давайте теперь немножко ближе к ситуациям. Я прошу, чуть-чуть более кратко, я буду тогда более дословно переводить. Хотя, я думаю, на Ютубе прекрасно сработает переводчик субтитров, мы постараемся его подключить, то есть и сербский язык, и русский. Я передаю точно, что он говорит абсолютно, и другое дело, что, ну, может быть, чуть-чуть где-то урезаю какие-то синонимы, а так абсолютно... Это, я думаю, будет зрителям интересно послушать. Да, да. И оригинальный перевод, который Ютуб переведет, наверное, и ваш перевод. Давайте пообщаемся дальше. Давайте разбираться теперь. Вы произносите такие слова, как «Сербия», «Косово», «Метохия». Вот сегодня давайте проведем параллели между Крымом, между вашей страной. Давайте еще сюда Донбасс пристегнем. И такой вопрос может быть немного сложный. Посмотрю, как вы ответите. В чем кардинальная разница этих трех ситуаций? Крым, Косово, Донбасс. Он притчет... Айде, мы дай нас будем притчет и поглядем на ту ситуацию, как он с лично Крым и Косово. И будем притчет за ту анализу. И по причину, он не сам за Крым и не сам за Косово, а за Донбасс. И на краю он желает вас питать и поглядет, как вы дадите отговор на тое занемливое питание. В чем разница, в чем разлика и что заеднично между ситуацией на Донбассе, Косово, Крым, Севастополь? Да, там поправка, дополнение будет еще к вопросу, но посмотрим, как ответите. Да, давай. После того питания он ешь нечто питает, додат на питание на то, а ли, то бичи, коснее, он поглядет, как и вы дадите отговор. Да, Ян Златанцев. Он говорит, что то, что касается русского народа, не только русского народа сейчас, что мы жили в Крыму при Украине, но и вообще, что касается в целом русского народа при Советском Союзе. А то есть, что от русского право на новые нации и непостоящие новые народы, и что русским человеком принимают право и на русский язык, и на русский историю. То же самое случилось и с Србами, особенно после распада Югославии. Он говорит, что это не только сейчас, ты говори не только одну реченницу, а говори две, три, чтобы я разумел смысл. Он говорит, что та ситуация, которую мы видим с русским народом, это касается не только сейчас, не только того, что было при Украине, не то, что произошло после развала Советского Союза, не то, что было при Советском Союзе. Это очень похожая ситуация и для Сербии, и для Югославии. Он говорит, что, к сожалению, происходит подмена понятий для русского народа, и долгое время была такая пропаганда, так скажем, чтобы русские забыли, что они русские. И у Србии се то дешевали, Срби су заборавили, да су Срби, постойали су други народи, Бошньяци, Ценогорци, Македонци, а неки, на жало, су и постойали Албанци. Тако да, могу да завршим? Да, да. Тако да, и оно што се дешево к нам на Косову, десело се и русима у Украине, то је тамо просто где стално живо народ, или градови као што су Одесса, које увек било русски, тако ми имамо на Косову, например, град Печ или Джаковичу, и то стране Запада, као део проекта, неко нам одузима то оно што је наше, део нашей истории, и претвара га у туги, и нас, кои смо вековно живо, или ту проглашаванна с агрессорима, само зато, што желемо да будем као руси в Одессе или у Донбасу руси, а ми као срби желемо на Косову и далее да будем као срби. Интересно, вы понимаете, вот без привычка? Очень неотдалено, но в принципе да, уже общий посыл я понимаю. Он сказал, што, к сожалению, во время Советского Союза, как и у них в Югославии, происходили процессы, когда, например, территории, где исторически жили русские, искусственно сделали нации, как украинская, белорусская, и в итоге отделили исконные единые русские земли, три единые русские народа на отдельные части, и создали искусственно, например, украинскую нацию, и как бы Украина, которой никогда не было, это была Малороссия и Белоруссия, и из-за этого мы получили проблемы, и вот все те конфликты, которые мы сейчас имеем, и то же самое у них происходило в Югославии, когда исторические земли, где всегда жили сербы и народы, как, например, хорваты, которые то же самое, как и сербы, но только окатоличены, а проблема в том, что эти люди забыли, что они сербы и устроили войну, и провокации, и, конечно же, все это использовал в конечном, как бы, результате Запад, для того, чтобы создать те проблемы, и сделать из сербов, так же, как из нас, русских, агрессоров, варваров, представить такую пропаганду, а вся наша вина, он говорит, русских и сербов только в том, что мы хотим жить на своей земле, уважать свои традиции, и быть единым народом в единой стране. То есть я правильно понял, что просто русскому народу была объявлена война, и она началась именно в Югославии? Можно ли, бич или то истина, о которой он скажет, что он прихватил твой отговор, какой ты притчишь, что, можно ли так прихватить твой отговор, что, значит, из твоей притчи, что русскому народу был объявлен рад, тем самым, когда уничтили Советскому народу, уничтили Россию, можно ли твой отговор, он прихватит, как это был отворенный рад против русского народа, и как это был отворенный рад западом объявлен против сербского народа? Распад Югославии и Распад Советского Савица, у ствара, отворенный рад против русского народа, русской традиции, русской культуры и русских языков, и домовник, как и был Распад Югославии, рад против сербского народа, простора србского языка, србской культуры, србской истории и србских землях. Да, он говорит о том, что однозначно можно воспринимать все эти события как открытый конфликт, как открытую агрессию против русского и сербского народа, против нашей культуры, наших земель и прочее. И я еще додам питание, можно ли ешь прихватить то, что ты рек, как то, что рад у Югославии, то и был как первый крок рада и за Руссию, со Руссией. То есть можно ли так прихватить, что то, что было уничтено Югославия, я то забрал одмах, притчатый садо тебе додам, забыл ему сказать, сразу добавить. Можно ли прихватить то, что рад у Югославии, то был первый крок рада и против Руссии? Первый шаг борьбы, правильно? Что это спрашивали? Да, да. Да, можем так и, когда, например, и царская Руссия не стояла и створялся Советский Советский Советский. Первый начал рад против русского народа, а потом в другом светском рату, позади, наставился и рад против србского народа, так истой раз был србский народ. Я понял, понял. Можно ли сказать, что поход, вот этот поход против русского народа... Переводить не надо, да, что он сказал? Что? Не надо переводить, он же сейчас сказал. Нет, я понял, в принципе. Можно ли сказать так, что... А зрители поймут? Давайте переведем. Ну, в общем, кратко он сказал, что... Да, конечно же, можно считать, что война в Югославии, это были первые шаги и войны против России. И получилось, что в 1914 году, когда началась Первая мировая война, конечно же, вначале была агрессия против Сербии. И в итоге потом это пришло и на территорию России. Как бы конфликт пошел оттуда и втянул туда Россию. А сейчас у нас тоже получается похожая ситуация. То есть, исторически у нас очень похожая ситуация, что... В Сербии это форпост... А получилось наоборот, что тут сначала был как бы уничтожен Советский Союз, и после стали уничтожать Югославию. Но, в принципе, наши истории очень похожи, и где-то мы местами меняемся, но фактически идем одним историческим путем. Такой его смысл. Его слов. Как вы думаете, тот поход против... Я это называю славянское единство. Вы не против? Да, конечно. Тот поход против славянского единства, который был заявлен во времена, когда существовал Советский Союз все-таки, это страны Варшавского договора и так далее, он удался? Он окончен? Или все-таки он наткнулся на какое-то препятствие? Как вы мыслите, та агрессия, то и поход, то и рад. Знаешь, какой крестовый поход, поход, то и рад против славянского единства. Славянское единство, от прилики, как был Варшавский пакт, тогда был Советский Союз, и славяне свои одно были заодно, и Советский Союз и Варшавский пакт так был ураджен, что славяне были заодно все, и тогда Запад кренул свою агрессию, и как вы мыслите, та агрессия, которую радовал Запад, она завершилась, или иди далее, и ее ж та агрессия, она добила 100% свой результат, когда был уничтожен Советский Союз и Югославия. Или, может, не све, как они жили, или Запад смог урадить, и, может, был некий тверджава, мыслить за, можно, сербский народ и русский, которые дали некий отпор за то, так и его став, то и его мысление, то и его питание. Я би моло, и когда я отговорим, да и Дамин, да и отговор. Он хочет, чтобы не только он говорил, но и как-то менялись. А прво, я хочу как историчар да отговорим. Он больше будет говорить как историк, исторически вопрос, а политически он. А он бы хотел так. Рад западной цивилизации против словански цивилизации и слованскою культуру за време Александра Невска до дан-данас. И има исти цили, да се загосподари овим просториме и да се загосподари на словенским народиме. Исти. И користили се у исти методе. Ако не могу ратом да победе, гледали су да завади, па владе. Те процеса имамо и далје. Словени су некад се успешно отбранили, као за време Александра Невског, или као за време Средјем веку створили своју државу, имали за време Цара Душана, или им у 19. веку створили своју државу, борећи се против Турака, а борећи се против Запада, који није хтео да нам дозволи да имамо своју државу. И распад Югославе и Советскогу Савеза је само отренута кад је Запад у офанзиви. Али доказа, ево, да се Русије уздиже, а доказа да смо и ми ту, као Срби, који желимо да се објединимо са Русијем у један, човјачи Словенски Завез, показуји да Словени, може да су некад били порађени, некад губили битке, али некад нису губили ратове, и далје, и далје су ту, и далје највећи део Европе, ипак је Словенски највећи део Европе, и становники су ипак Словени, и да, обоље јеног дана ћемо, да се макар заједнићки, као за време Варшавского пакта, ако нищо друго, да живемо заједно, у некој заједнице, како је видећемо? Он говорит, что, к сожалению, уже больше, чем тысячу лет, Запад начал свою агрессию, и мы видим исторический пример еще во времена Александра Невского, когда тефтонские рыцари, шведские рыцари нападали на Русь, на будущую Россию, с целью победить и сделать славяна рабами, но и тогда, и в более поздние времена, славяне всегда могли дать им достойный ответ, защитить свои национальные интересы, и, в общем-то, Запад и далее продолжает свою политику с целью поработить славянские народы и сделать нас рабами, но он говорит, что славяне, даже если когда-то и проигрывали битвы, то, слава Богу, никогда не проигрывали войну, и было очень хорошо, когда был Варшавский пакт, когда славяне были вместе, и он очень хочет, чтобы так было опять, и сам факт того, что они приехали в Крым, Севастополь со своим визитом официальным, это их посыл, показать, что славяне должны быть вместе, русско-сербский народ должны быть вместе, и он очень надеется, что придет время, и мы, славяне, опять будем вместе в какой-то, может быть, славянской конфедерации, о которой наше движение говорит, или, может быть, какой-то Варшавский пакт, к примеру, да, и также он говорит, что средневеки, когда они создали свое государство, они также имели давление Запада, чувствовали это на себе, и воевали не только против турков, но и против Запада, который делал все возможное, чтобы не позволить им развиваться на Балканах. Дамьян, к вам вопрос, вот как в Сербии сегодня смотрят на ситуацию, которая развивается на Украине? Генерално, то есть притисок Запада на наше народе, наше оба народа, где хочет нам отмусу веренитет и постоянье народа вековного на тим территорием. Они показывают свое лицемерство у целой той причины, из-за того, что, например, когда Руси обратила Крим кути, припоила га, они су сказали, что это не смеет, где се уради, да је то против неких международных правила, кои су они, иначе, поставили, а когда су нам окупирали Косово и убачили војну базу, значи, највећу америћку војну базу на Балкану, на нашу территорију, Косово, онда су допустили албанскому народу да без референдума прогласи, и генерално, да уопште прогласи независност. И онда ми кажемо, а опет су је то српска вековна территорија. Што се тиће Украјине, то је наставак кампанје западног народа, точније, Сјединих Америћкиј држава, пресвега, да ослаби наше интересе, а те интереси су слобода нашог народа. Я понял, о чём говори. Ну, я основной смысл передам. Говорите чуть-чуть более конкретно, как бы более сжато, если возможно, чтобы я более подробно переводил, потому что иначе приходится немножечко понимаешь? Понимаем? Да, говори более компактно. Смотри, значит, он говорит, что однозначно сербский народ, конечно же, видит эту ситуацию, лицемерие Запада. И в Крыму прошёл референдум, народ легально выбрал воссоединение с Россией, и это нормально. Но Запад при этом говорит, что это было противозаконно, против тех законов, которые они сами себе придумали. И лицемерие их заключается конкретно в том, что, значит, Крым, они говорят, что это преступление, что это не нужно было делать России, что это незаконно, хотя тут был референдум, и мы все знаем, что это было абсолютно легально, волеизъявление народа. А при этом на Косово албанцы не проводили никакого референдума, ничего, сами провозгласили независимость Косово, и Запад тут же их поддержал и сказал, что это легально, отлично, хорошо, и так и должно быть. А фактически это исторические сербские земли, и, разумеется, единственное, чего хотят сербы, это чтобы просто их исторические земли были в составе сербии. И, конечно же, сербский народ поддерживает выборы России, русского народа и жителей Крыма, Севастополя. И вот очевидно, что Запад просто играет политику двойных стандартов. Что с Украиной течет, то и настала кампания за зарушение наших народов на нашем вековном просторе. Да, и они смотрят на ситуацию на Украине, как проект Запада с целью разрушить вековые традиции и единство нашего русского народа и сделать конфликт между Славянами. Такое, мне бриня то, что долазком администрации Джоа Байдена снова се чуи веще и веще претене према русскому народу кое живи на Донбасу и Донецке. И ему не нравится что Байдена и его администрация значит все больше и больше говорят как бы агрессивно показывает свое отношение к русскому народу в Крыму в Севастополе на Донбассе и вообще к позиции России защитить своих граждан. И для него это отвратительно и он конечно же обеспокоен этим вопросом что Америка вот так себя ведет. Как вы думаете сколько лет еще мировое сообщество не будет признавать выбор крымчан? К чему нам готовиться? Как вы мыслите как дуга запад не признает официально Крым что дошел состав Руси и что нам людям живущим в Крыму из Севастополе конкретно что нам работать зашто нам быть спремленными? Па generalно запад все время желе да представи Руси остатку света как некие плохие монки он хочет запад всегда показать Россию как каких-то плохих ребят что русские какие-то агрессоры и Россия не поняла перспектива и уек че измишляти некие разлоги а перспектива докле год же Руси е единственная и докле год е војно яка и неутрална сматрам да неће бити неких већих трзавица сем тих санкција које ће сасвим сигурно у неком тренутку престати да буду јер и народи Европе западне Европе виде да је цела та пропаганда глобалистичка генерално заблуда које не одржива и то се сада види погодово у овреме пандеми он говорит что покуда Россия сильна и покуда Россия сильная армия все что может сделать запад это санкции а Россия и далее будет сильной и единой и он конечно же очень хотел что так и было и он говорит что санкции все равно рано или поздно завершатся и значит запад сам сейчас увидел в условиях пандемии в условиях вот этого противостояния что ну им тоже это невыгодно западу и долго не может это продолжаться рано или поздно все это должно закончиться ну и в любом случае он считает что Россия сильна и все должно закончиться так как мы этого хотим а при каких обстоятельствах какие должны сложиться обстоятельства в России чтобы запад признал выбор Крыма да что должно быть у Руси ураджено как должно быть испадить ситуация чтобы запад свои признал на крае избор русского народа что Крым дошел добровольно в состав Руси а сматрам русского динавра треба да буря агрессивния у кампани шта је у ствари права истина преко телевизије преко культура такођа сматрам да већина и народа у Западно Европи сматра да је Русиа у праву што се тиче Крыма Но их политические враги будут под шапом глобализма СССР и западных интересов. Так что, я считаю, что на те культуровые и медиастраны где Россия еще больше пустит что реально так, изнети чиньи. Например, мы у Србием не имеем ни одну звоничную русскую телевизию на национальной фрекции, а имамо западни утисаж на све телевизије које су на национальной фрекции у нашей земљи. Тако да сматрам да Русија би требала мало више да своју дипломатску иницијативу направи како и у Србији, тако и у осталим земљама Европе, да им покаже како што је канал Рашн Тодей, да им покаже реално станје и реалну слику. А ми сами знамо да, например, председник Путин, који је поставлен као таква личност, ужива велико поштовање у многим европским земљама, чија дипломатия ради против интереса русског народа, али народ ни тих земља, углавном, не мисли тако. Он говорит, что Россији в целом и, конечно же, русскому, российскому дипломатическому корпусу надо проводить более, скажем так, он сказал, агрессивную, ну, разумеется, имеется в виду более конкретную, с напором в свою политику и ширить правду. То, что на Западе люди, обычные люди и в разных европейских странах, и конкретно в Сербии, они отлично понимают выбор жителей Крыма и, в общем-то, согласны с нашим выбором, что Крым вернулся в состав России. Все понимают, что это действительно исторически русские территории, территория России. Но, к сожалению, политики в тех странах проводят антирусскую политику. И поэтому, он говорит, надо России более агрессивно, более жестко, более конкретно проводить свою политику. Конечно, через средства массовой информации, исторические, культурные какие-то действия, мероприятия. И надо показывать правду. И конкретно в Сербии есть большая проблема, что нет ни одного серьезного русского телевидения. Значит, получается, говорим о дружбе, но при этом он думает о том, что и конкретно их власти, значит, не до конца, скажем-ка так, делают все, как бы им, сербам, хотелось. То есть, вот им конкретно хотелось, чтобы было в Сербии русское телевидение. А, к сожалению, они там в основном имеют только западные телевидения. И целый день, с утра до вечера, они видят пропаганду западных ценностей. Ну, в кавычках, понятно, ценностей. А настоящей правды, культуры, традиции, то, что объединяет наши народы, к сожалению, очень мало там этого показывают. Или вообще нет. Вот это очень большая проблема. И поэтому он говорит, что да, конкретно наш президент Владимир Путин имеет большую популярность во многих странах Европы. и, соответственно, люди его любят, любят выбор России, русский народ. Но их правители под оккупацией, скажем так, НАТО, под влиянием экономических санкций со стороны Штатов. И, в общем-то, являются марионетками. И поэтому люди хотят жить с Россией в дружбе. А из-за того, что у них у власти, скажем так, предатели, которые проводят свою политику антирусскую, мы имеем то, что имеем. И поэтому, еще раз говорю, он повторяет дважды, говорит, что России и российской дипломатии нужно более жестко проводить культура, информационно, свою политику. Ну, вот вы побывали в Крыму, сейчас в Севастополе. Скажите, какие акценты вы увезете с собой в Сербию? Можно назвать, ну, там, по три главных акцента. Вы были в Крыму, в Севастополе. Что наиболее занимливое, нечто особенное, вы прихватили из своего водолазка у Севастополь, русский Севастополь. И когда вы садов вратите всю Сербию, что наиболее вы прихватили из вашего водолазка? Назовите ты и ты три особенные ствари, которые для вас особенные, что вы не забираете никогда, и что то и ваша особенная памятная и добрая от вашего водолазка. Ваш взгляд, ваши эмоции. Что вы думаете за это? Три и ты, три и ты. Да, против. Прва ства, от как мы слетели у Москвы, а дошли на Севастополь, где год су чули, да смо мы, Срби, имали су благо наклон став према нам, люди, и прихватили су нас братских. То есть прва ства. Почекай, первое, как только они прилетели в Москву, ну, через Москву дальше в Крым и в Москве, и на границе, и пока они добирались за Севастополь, и в Севастополе, везде, кто как только слышал, что это сербы, сразу люди были очень рады их видеть, и они чувствовали очень много гостеприимства, ощущали очень много гостеприимства со стороны тех людей, которых они встречали. То есть в России, Сербии любят. Любят, так как ми, любят Россию. Как они любят Россию, так и русские любят Сербию. Друга ствар, која на мене оставила највећи утисак, јесте дисциплина и рад са децом. Када сам на тој војној паради видео децу, и када ми је Андреј објаснио како они имају неће ваншколске активности, и колко су генерално људи дисциплиновани, некако се одише породичном традицијом, што је које нас у Србији досто нападнуто, погодово у послје време, од стране западних медија, пресвега, и што наша влада, на жалост, то тако прихвата, и не даје диалог са нама, који не мислимо тако, из разлога форсиранја неких накараних культура, неких LGBT культура, и неких ствари на које ми не можемо ни да дамо јавно одговор, и онда ствара велике јаз и мржњу цела та ситуација унутар нашег народа. То сам видео да у русском народу постоји јасна дисциплина. Он очень бил васторг кога на парадје победе он увидел маршрујућих молодых людей, он имјејат ввиду юна армейцов. И он говорит, это очень прекрасно, что в России, и не только юна армейцам, но и вообще в России, он увидел много порядка, дисциплины, ему понравилось, что есть, значит, молодые вот такие патриоты, и вообще русский народ очень патриотичный, и помнит заслуги своих дедов прошлых поколений, значит, чтят свою традицию, культуру, и он говорит, это очень прекрасно, и так должно быть и в Сербии. Но, к сожалению, под давлением, информационным давлением Запада, их прозападные журналисты и западные средства массовой информации оказывают большое давление на Сербию, сербский народ, и, к сожалению, большому его сожалению, и нашему, конечно, тоже, они все больше и больше видят пропаганду западных этих лживых, фальшивых ценностей ЛГБТ и прочее, и Запад прямо наслаждает агрессивно это, и, к сожалению, у них в Сербии совершенно отсутствует вот эта вот патриотическая работа с молодежью, которую они считают, ну, обязательно должна быть это нормально, и вот, и в целом его восприятие такое, что, конечно же, в России чувствуется большой патриотический дух в народе и даже в детях. Ми смо опет mentalно як народ и колко год да нам у школству потуреју неке ствари, у медијма, культуровошки потуреју неке ствари, Запад, ми и далје имамо велику подршку као патриоте у земљи и не само ми, него сва деца наша и далје слушаю шта им нјихови родителји говори, шта су нјихови дедови говорили нјиховим родителјима и јако добро знамо шта је и стина и кога волимо, кога не волимо. А не волимо они који су нам злана чинили, а руски народ заиста, без обзира што је пропаганда минимална, обожавамо и када, например, дође председнику Руски федерације, цео Београд стане и сви изађу у Београду да га виде на улици. А одговор на треће питање је лепота, природна лепота и тође. Ага. Завершил? Да. Ага. Значит, он говорит, что несмотря на давление запада и западную пропаганду, тем не менее, сербский народ очень силен духовно и сохраняет свои традиции, культуру, чтит заветы своих предков, как и русский народ. И несмотря на всю ту пропаганду и то, что делает запад, телевидение, тем не менее, и маленькие дети, и юные поколения, у них сербия слушают, что им говорят их дедушки, бабушки, родители. То есть, у них есть уважение к предкам и преемственность поколений, сильны духовные связи в народе, во многом, конечно же, благодаря и православию, и вообще в целом их традиционному воспитанию, скажем так, не со стороны даже государства, со стороны просто вот народа, что народ силен духом, силен своей традицией, и, значит, западные вот эти вот лживые ценности не уживаются в сербском народе, и сербский народ дает отпор этому, и вот мы видим, несмотря на то, что, значит, очень-очень маленькая пропаганда в Сербии, не пропаганда, скажем так, а влияние, влияние России в Сербии, официально, очень маленькое влияние, так как нет средств массовой информации, а запада очень большое, тем не менее народ любит именно Россию, именно русский народ, знает, что мы братья, и когда Путин, когда Путин приедет, например, в Белград с визитом, то весь Белград будет заполнен, весь центр города, десятки тысяч людей будут находиться где-то, например, где проходят переговоры Путина и Вучича, президента Сербии, и там, конечно же, соберутся десятки тысяч людей, весь центр города будет заполнен, это правда, это действительно правда, я сам был свидетелем этих событий, это я уже от себя добавляю, вот, и поэтому, в общем, смысл того, что сербский народ готов дать отпор западному влиянию, и на них это не влияет, и третье, что он сказал, ему особенно понравилось в Крыму, это, конечно же, наша прекрасная природа. Безусловно. Мене и најочи утисок, да, овде, сам скоро неделју дана, имам утисок, како да нисам отишел из Србији, веще да сам у Србији, а не у некой, иностранной земји. Ево первое такое ощущение, которое најбольше всего он ощутил, произвольное впечатление, это то, что он чувствует, что он находится у себя дома. Он не чувствует, что он приехал в какую-то другую страну, в какое-то иностранное государство, он каждый день чувствует себя, как будто он находится и далији в Сербии. То есть, где бы он ни был, он каждый раз мне говорит о том, что очень похоже на то, что у них в Сербии, и он чувствует себя как дома. Друго, Сербии, Севастополје има неку автентичну архитектуру у односу на друге руске градове, или макар ја, како је дуже... Пахођа оћи, да. Више лићи на некий микс има и русског, али има и нешто медитеранског, а има и нешто у себе средјоевропског, тако да ми изгледа пре како да је некий град јако близок је Београду, на него, например, Москва, која башо огромна. А Севастополь? Он говорит... Севастополь похож, да? Да, он говорит, что Севастополь похож на Белград своей архитектурой, и больше похож, чем Москва, потому что Москва огромный город, а Севастополь, Белград, ну, скажем так, Белград – это столица, но тем не менее, она по своим масштабам напоминает ему Севастополь, то есть довольно спокойный город, и архитектура ему нравится в Севастополе, она ему напоминает что-то и классическое русское, и в то же время есть какой-то современный стиль, и при этом есть что-то и европейское, то есть классическое европейское, и это ему напоминает, опять-таки, Сербию, конкретно Белград. Другой, я овде новина сам дошли и да снимем неку врсту документарного фильма, које би помогла српским туристима да дођу овде и да открију зашто је добар Севастополь, а и мене је как историћар занимало шта људи мисле кад се болје живило у Украјни или у Руси или у Советском Савезу, и путисак ме, чак и Татари су ми рекли, а јуће да се сад болје живи, да се град развија, у таксистеми говора, ето, путеви нису постојали, сад је све Русија изградила, онда некако људи су пуни оптимизма, на жало за разлику од Београда, мојог Београда, да људи су некако депресивни, утућени, погодово пославог болести, а овде су некако отворени. Не кажем да се сад пуни радост и нешто, али немају, имају неку живост коју нема у Београду, а кој би я воло да преселим у Београду. Извинје, а ета тако век, или само због мер пандемији, ти за то мислиј или вопће, окупно? А у послједње време, како пада? Значе, он как журналист снимает фильм о Севастополе, о Криме, и ему интересно мнение людей, и вот он ходил здесь, общался с разными людьми, в том числе и с кримскими татарами на Мангуб-Кале, вот он был вчера, и ему понравилось, что все-все люди, которых он увидел, говорят, что Севастополь развивается, Крым развивается, строят новые дороги, больницы, какие-то, значит, новые здания, и вот это все произвело на него очень позитивное впечатление, он очень одушевлен, как они говорят, вот всем увиденным, и, к сожалению, он не видит сейчас этого в Белграде последние годы, и особенно сейчас при условиях пандемии, он видит, как здесь люди ходят на улице без масок, все свободно, открыто, он чувствует вот эту свободу, и сравнивает это с жизнью в Белграде, и говорит, нам бы хотелось, чтобы и это было, и в Белграде, нам не хватает этого, вот этой живости, вот этой, вот, скажем так, активности народной, и он не говорит, что, вот, посмотрев на местных жителей, они прям ходят и улыбаются с утра до вечера, нет, но, общаясь с ними, он чувствует эту позитивную энергию, которую бы он хотел, чтобы она от похоже что это было и у жителей Белграда. Третье, ево, то примечем, град се много развија, све веће и веће, и имам некий страх да може да губи своји идентитити, то ми је некий утеса, као да се град бори, између тога, дали да сачува своји идентитити, или претвори се у велику метрополу, я би више волил да сачува своју ту јединственост, и да не постане, као у Грчко, или, не зиму, у Египту, и все, град хотела, оно, већачки град, с које, него да ипак сачува своју ту јединственост у односу на друге русске градоје. Ну, значит, подвидју ми ток, што, во-первых, ему карат са близкими типажи, местних жителей, сербскими, он сказал первое, второе, он сказал што ему нравится как развивается инфраструктура в Севастополе, и как люди, ну, значит, чувствуют вот эту, так сказать, дух патриотизма, позитива, и третье, то, что он сейчас сказал, ему нравится, что у местных жителей есть такое качество, что, несмотря на то, что нам нравится, как все развивается, как все хорошо, и мы довольны этим, тем не менее, он с многими общался, и он видит, как местные жители хотят отстоять свою самобытную культуру, в Севастополе, и он бы так не хотел, чтобы у нас было, как, например, в Греции, он говорит, где... Турция. В Турции, да, в Турции, где бы все застроили, пляжи, ну, Греции ты тоже сказал, ну, пример, да, да, пример, значит, он говорит, конкретно, как в Турции, да, застройка, глобальная застройка, только, значит, отели, пляжи, и это, конечно, было бы, по его мнению, катастрофа, и он рад, что люди, борются за свою самобытную культуру, за архитектуру Севастополя, за вот этот дух Севастополя, за то, чтобы природа Крыма, вот конкретно, Мангубкале, вчера он поднимался по дороге на Мангубкале, и вот это, на Уазике, и он был в восторге, просто, конечно, вот эти природные дороги, и как по ним едет машина, это просто супер, и он несколько раз говорил, ни в коем случае никогда не делайте тут асфальт, вот, и вот он рад, что мы отстаиваем свою здесь, как бы, свой дух с Севастополем. Ладно, давайте краткий ответ на краткий вопрос, возможно ли сегодня или когда-нибудь в будущем возрождение славянского единства? Как вы думаете, кратко, возможно ли когда-нибудь наступить славянская единство, будут ли опять славянские некогда заедно? Можем, но први услуг, да се што више дружиму их, да руси долезе у Срби, да Срби долезе у Руси, да уложиму у культуру своя, у фильмов, у Срби су главные, например, русские фильмы, как что брат 1, брат 2, ми у русском фильму волиме оно что же русское, а не что же западно, а если так работаем, тогда прво си духовно уединимы, культурно и у свакодневнику, свакодневному животу, да будимо близки и да се позовемо, тогда ће единство само по себе доће. Он говорит, что он считает, конечно, что мы можем, но нам надо ширить нашу дружбу, наши контакты, чтобы приезжали Срби в Срби, русские в Срби, Срби в Раси, чтобы мы дружили, ну, можно сказать, что это была народная дипломатия, было просто человеческое хорошее отношение, обмен опытом, и, ну, конечно же, он считает, что всё это возможно, и не только Срби, но и с другими славянами, но надо работать в этом направлении, и надо больше народных контактов, больше дружбы, больше каких-то хороших, таких позитивных взаимоотношений. информационно, информационно, конечно же, информационно, поддерживать, я сам први пут, на жалость, так сада у Руси, мој, огромную поддержку на его предок, как правильно? Князь Сима Маркович, в борьбе против турков, и попросил помощи от России, и Россия им помогла, и это ещё одно доказательство нашей вековой дружбы, и он уверен, что несмотря на какую-либо там пропаганду, влияние Запада, всё равно наши народы должны быть вместе, и мы будем вместе, и исторически мы должны идти одним путём, потому что у нас общая как бы судьба, мы братские народы, и он считает, что да, мы должны взять что-то современное, развиваться у других народов, то, что нам нужно, то, что действительно нам полезно, но ни в коем случае мы не должны превращаться вот в то состояние, как некоторые западные страны со своей отвратительной вот этой псевдокультурой, модерной, как он говорит, то есть получается, и нам нужно сохранять свои традиции, своё национальное самосознание, свою душу, и всё, что дорого нашим народам, и ни в коем случае не позволить, чтобы, ну вот и мы стали как страны запада, чтобы мы сохранили свою позицию, духовную, традиции, культуру, и вместе шли вперёд исторически. Спасибо большое за общение, я ещё раз напомню, что у нас в гостях был общественный деятель Дамнян Княжевич, лидер движения «Не предам Косову и Метохию». Может, так вот, если как же, я дам властиваться народный патруль. И один из основателей организации «Народный патруль» против мигрантов, которые там сейчас заполонили улицы Белграда. И главный редактор информационного агентства «Серби-Инфо» Деан Златанович. Спасибо большое, переводил и помогал нам Андрей Родионов, лидер движения русско-славянского объединения и возрождения. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова